Сравнение в if-statements. Мы с вами уже сравнивали на примере boolean, true, false, 0, 1, 0, 1. Но также можно сравнивать и списки между собой, list, dictionary, double, чтобы понять, какой результат будет. Мы также использовали в сравнении максимум-минимум. И давайте сейчас создадим функцию со сравнением. Это будет три параметра для того, чтобы ввести, то есть input, три параметра. Итак, здесь if-statement сравнение. У нас есть три номера, и мы определяем, какой из них будет больше. Если первая цифра больше или равна второй, и вторая цифра больше или равна третьей, тогда возвращаем первую цифру, потому что первая наибольшая. В другом случае, alif. Первая цифра меньше или равна второй, и вторая цифра больше или равна третьей. Возвращаем вторую, потому что она больше, чем первая и третья. if еще вариант первая цифра больше чем 3 и 3 больше чем 2 возвращаем первую потому что она больше чем 3 2 и else заключительная возвратить третью цифру то есть что у нас получается у нас всегда функция начинается с if если потом будет столько сколько нам нужно и live если в другом числе это будет такое в другом числе это будет такое в другом числе это будет такое и в конце остающийся вариант у нас будет else то есть все другое у нас будет else в конце также вы можете Давайте сравнивать текст или string, booleans и whatever you want. А теперь давайте вернемся к нашему предыдущему упражнению с калькулятором и перестроим его получше. Enhancing. Итак, в прошлый раз мы вводили только номера. В этот раз мы возьмем два номера для упрощения, чтобы у нас не было слишком много alif. И возьмем один оператор. Например, один оператор у нас может быть плюс, минус, умножить, поделить. И номера могут быть какие угодно. Мы делаем float для того, чтобы... Для чего, ребята? Напишите внизу, для чего мы ставим float на input. Мы вводим число, правильно? Почему мы, как вы думаете, вспоминайте, что мы проходили раньше, почему мы ставим float на input? Мы знаем, что input – это команда, которая предлагает человеку внести свои данные. Input – введите первое число. Оператор – input – введите оператор. Второй номер. Input – введите второе число. И пошел калькулятор. Если оператор равен плюсу, мы видим он в кавычках, что это значит? Напишите, ребята, что значит в кавычках плюс. Значит, принт – напечатать число первое плюс число второе. Alif – другим образом, если оператор минус равно 2 равна, equal – это означает одно равно. То есть одно равно в Python – это define или определение, что у нас есть для variables, для переменных. Nom1, nom2. А два равно – это обычное равно. Итак, если в другом случае у нас идет деление в кавычках, что значит в кавычках, значит, печатаем тогда принт первое число, делим на второе число. И в заключении, вы видите, что в заключении мы не ставим никогда условий. То есть у нас идут условия, условия, условия. Заключение должно быть самый последний вариант после того, как вы перебрали все возможные варианты. Мы здесь предполагаем, что мы перебрали все возможные варианты, и мы не берем там SQRT, корень квадратный или чего-то еще степень. Мы сейчас идем по простым функциям. И в конце мы говорим, в конце мы перемножаем эти числа. Если не было никаких условий плюса, минуса и деления, значит, будет умножение. Следующая тема – dictionaries, словари. Особенность dictionaries, что мы прошли с вами, давайте закрепим. У нас есть лист, у нас есть tuple. Напишите внизу вопрос вам, чем отличается лист от tuple. Чем обозначается, какими скобками, и чем отличается. Написали? Молодцы. Прокомментировали. И изучаем dictionaries. Дикшенaries – это специальная структура сохранения информации, которая подразделяется на key-value-pair, что значит, есть ключ и есть значение. Мы уже обращались с индексом. Мы знаем, что это такое. В данном случае в дикшенаре это будет строго привязанная key-value-pair. Пара между ключом и значением. Итак, каждое значение. Вы помните, раньше мы проходили машина и индекс. Это что-то наподобие, но с очень специальным обозначением. Вы прописываете значение, оно не задается компьютером. И вы прописываете key. Пара key-value задается через двоеточие и отделяется запятой. В таком случае вы можете вставить тысячу таких значений key-value-pair. Давайте пример. У нас есть 12 месяцев, давайте зададим им key-value-pair. Итак, я решила сделать английский вариант, чтобы вам было немножко что-то подучить, потому что русский вы прекрасно сами знаете. Значит, мы видим, что key в данном случае – это первый аргумент, и название – это второй аргумент. Но это не значит, что мы key всегда должны писать как цифру. Мы можем точно так же декабрь, десембер, назвать как дек. Давайте сделаем. И вы видите, что точно так же, поскольку мы key задали текстом, мы вбиваем короткий текст и выдается длинное слово. То есть key желательно делать коротким. А теперь, ребятки, напишите мне ответ на вопрос в комментариях. Для чего вообще нужны dictionaries? Как вы думаете, какой в них смысл? Напишите и давайте проверим. Декстомaries нужны для того, что когда у вас есть большие массивы данных, 100 тысяч, миллион строк, вам нужно очень быстро дойти до данного. Вы видите, что любая программа, любой компьютер, он работает in order, в порядке, да? И представляете, вам нужно дойти до миллионной строки. Какой смысл загружать память компьютера, чтобы он у вас завис, прочитать миллион строк, чтобы дойти до миллионной? Вам намного проще ввести как индекс направления компьютера, искать, допустим, у вас будет дата поделена на chunks, так называемые, там по 100, к примеру, да? Миллион данных сгруппированы на такие chunks по 100. И вы будете давать два индекса, номер чанка, к примеру, 13 чанк, второе место. И у вас будет доставаться информация без затраты памяти. Самая большая проблема на сейчас, это именно память машин в обработке big data больших данных. Если вы будете в будущем работать с датой, и вы введете ключ, который не соответствует значению, то есть данный key не выдает вам value, тогда лучше всего использовать немного другую функцию, это get или достать. Get функция хороша тем, что когда вы ее вызываете, она обязательно найдет тот месяц, который у вас есть, даже без ключа, но если его нет, она вам возвратит не ошибку, как предварительно показано, а non, такого значения нет. Это помогает разобраться, какая дата у вас есть. Get еще хорош тем, что когда вы отдадите свою базу данных в работу клиентам или другим сотрудникам, допустим, если вы работаете в банке, вы можете поставить на get специальное значение, то есть оно будет выводить не нет, а, к примеру, здесь мы написали значение не существует. Таким образом вы будете налаживать обратную связь с вашим клиентом. Теперь поговорим о while loop. Первый вопрос вам перед этим курсом. Как вы понимаете, переводите на русский слово loop? Loop переводится на русский как постоянное повторение. Давайте посмотрим. Итак, while loop – это функция, которая будет повторять код, ища значения несколько раз и сравнивать их между собой. Вы видите, что у нас здесь есть двоеточие, и мы знаем, что любое двоеточие – это значит функция, да? Вспоминаем if, define. Что это значит? Это значит, что после двоеточия будет описание того, что будет извлекать while. В данном случае и равно двум, то есть у нас есть некоторое число и. В данном случае оно равно двум. И пока это число будет меньше или равно двадцати, то есть означает, пока оно будет удовлетворять условию true, правда, единичка, что и меньше двадцати. Будет? Будет это значение прибавляться еще два. Более понятная запись. И равно и плюс два. Но мы можем сделать это немножко более совершенным. Мы напишем i равно плюс, equal два, что означает, что каждое i будет прибавляться к двум. Итак, run our code. Пробежимся по коду, и мы видим 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Как только и условие, что i меньше или равно двадцати настало, программа остановилась. Опасность такой программы loop, while loop, очень часто возникает. Проблема в том, что если это будет более сложное уравнение, и while loop не найдет решения, и не будет остановлено, это может привести к крашу системы. Но на таких коротких этапах это не страшно. Также будет удобно, если в конце вы напечатаете принт какое-нибудь окончание while loop. Допустим, операция закончена, или the end, или конец. Вы уже придумайте сами и поэкспериментируйте. А теперь давайте спрограммируем нашу первую в жизни игру. Идея будет, что мы придумаем специальное слово, секретное, Мы это слово сохраним внутри программы, и player, user, тот, кто будет играть в эту игру, должен будет угадать это слово, используя различные подсказки. И в этом нам поможет while loop. Итак, в этой игре, когда мы используем while, это loop, это повторение, постоянно останавливается с каждым разом. В предыдущем она не останавливалась до тех пор, пока не выполнила условия. То есть в данном слове мы видим, мы вводим розовую на пупкинг кнопка, и на пирожке мы можем написать, что окей, когда вы выполняете условия, и отгадали секретное слово, поздравляю с выигрышем, да, вы победили. Но мы видим, что это может продолжаться до бесконечности. Для этого существуют constraints, или препятствия, то есть некоторые ограничения, которые мы ставим на программу. В данном случае мы хотим, чтобы человек, который играет, имел три возможности угадывать, и после этого программа остановилась. То есть если он угадает за три раза, он выигрывает, если он не угадывает за три раза, он проигрывает. Для этого нам нужно сосчитать. Программа сама сосчитать не может. Вы знаете, в Excel есть такая функция counts, сосчитать. И мы начинаем. Значит, секретное слово у нас пирожок. Введите информацию. И мы начинаем guess count. Первое, когда никто ничего не ввел, это будет ноль. Потом начинается while loop, guess. Отгадайте. Секретное слово. Input на секретное слово. Какое следующее слово? Когда человек ввел это слово, начинается отсчет, guess count, который был равен нулю, плюс равно единица. Почему мы здесь используем плюс равно единица, и как еще мы можем записать это уравнение? Помните, и мы записывали? Напишите в комментариях. Итак, после того, как мы считаем каждый последующий угадывающий номер слова, мы ставим constraint, называется в английском, или limit, вы знаете, limit. Итак, limit мы ставим на три слова. Три, и мы должны еще ввести буллин. True, false, да? Правда, неправда. Out of guesses. То есть, когда у нас возникает лимит, третье слово введенное не подходит к пирожку, мы говорим о том, что человек вышел из лимита трех угадываний. И сейчас, внимание, мы подошли к сложному и очень популярному в программировании действию. Это nested loop. Мы видим, что у нас сейчас есть две на самом деле loop, два statements. Первое while, когда мы проходим все guesses, и второе nested, это значит, когда вы, допустим, складываете кастрюлю в кастрюлю. Точно такой же принцип, да? То есть, какая-то еще информация у вас сохранена в другой информации, в оболочке другой. Значит, первая оболочка у нас – это guess должен быть. Если он не равен секретному слову, то мы разрешаем угадывать опять. А вторая оболочка внутри этой – это если мы считаем guess'ы, и мы хотим лимитировать человека. Если guess, посчитанный, guess count, меньше, чем guess limit, наш constraint, значит, мы разрешаем человеку вводить следующее слово. И он в игре. И проверьте, посмотрите, как я сделала. Обязательно соблюдайте табуляцию. Каждая двоеточие говорит о том, что вы отступаете и внутри этого nested делаете еще одну табуляцию. То есть, у вас должно быть две табуляции. Tab. Посмотрите, какой сейчас был интересный процесс. То, что я говорила, как loop может застрять. То есть, у нас получается, есть loop, nested loop, да? Информация внутри информации. Программа проверяет сама себя, считает, возвращается к информации, считает опять. На третье слово программа знает, что все, и out of guesses второе мы ставим на true. Напишите в комментарии, почему вы думаете, они расположены именно так, и почему второе мы ставим на true. И третий вопрос. Напишите, почему вы думаете, стало печататься, проиграли постоянно. Итак, чтобы установить корректно игру, мы должны указать основной while loop, что возможности догадок, которые не равны секретному слову и не выходят out of guesses, то есть, лимит угадывания 3, тогда мы считаем. И опять открываем input, какое следующее слово. Опять посчитали, плюс равно 1, какое следующее слово. Если else у нас out of guesses true, тогда, значит, мы печатаем, что вы проиграли, и останавливаем процесс. То есть, while loop самое основное записать. Guess не равно секретному слову и не out of guesses, когда мы устанавливаем constraint или лимит. И теперь поговорим о for loop, для loop. For loop для, хороша для того, чтобы просматривать, проводить несколько раз операции по различным системам данных. Есть разные типы данных, data types, arrays, мы знаем лист, dictionary, да? И для этого мы можем использовать for loop, для, чтобы работать с данными. For letter in meta означает, для каждой буквы, letter, in, meta, я хочу что-то сделать. Итак, если вы хотите print, напечатать, letter in meta, то на каждом следующем iteration, на каждом следующем loop, оно будет печатать следующую букву. Поэтому эти буквы идут в столбик. А теперь объясните, ребята, своими словами в комментариях, почему на каждой следующей строке появляется каждая буква meta. Теперь, чтобы более графически подсказать, значит, мы видим лист friends, да? Список друзей Лара, Иван и Ольга. Вы можете их представить в экселевской табличке, когда атрибут или название колонки, это атрибут, будет friends, а внизу под колонкой будут идти Лара, Иван, Ольга и так далее. Так вот, вы замечаете, что в основном, когда в Пайтоне вы работаете, вы всегда пишете слово pluralis во множественном числе. Поэтому, когда вы используете loop for и когда вы ставите в сингла в единственное число, это воспринимает как каждое отдельное value значение этого атрибута. То есть for friend in friends означает точно так же, как for letter и мета, да? Каждый, для каждого атрибута, который вы можете назвать как сингла, in friends pluralis напечатайте каждый атрибут отдельно. И опять у нас идет отдельно на каждой строке идет loop, печатает первый, возвращается в начало, проходит первый, ага, напечатала уже, печатает второй, возвращается в начало, проходит первый, напечатала второй, напечатала третий, ага, третий, печатает третий и возвращается в начало, если это окончание. Если мы заменяем на индекс, for indexing range, в данном случае оно будет считать каждую из, и напечатает каждый из номеров до шести. Мы помним, что начинается с нуля, и поэтому, когда мы пишем шесть, шесть не входит в это число, потому что мы считаем шесть индексов, а ноль это является как единица. То же самое, если мы печатаем для индекса в ранге от двух до шести, два, запятая шесть, two, six, начинается с двух, потому что два входит, и заканчивается на пяти, потому что шесть не входит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...